Если желудок сковался напряжением, а луковица 12-перстной кишки – это продолжение желудка. И если напрягся желудок, то луковица тоже напряглась. А представьте, что в луковицу 12-перстной кишки входят протоки печени, желчного, поджелудочной. И, естественно, если напряглась луковица, то протоки или то, что истекает, начинают передавливаться. И вот тогда возникает еще и проблема с пищеварением. И вот мы здесь просматриваем. Так, а что здесь у Юли? И вот это напряжение, Юль. Ну, хорошо, хорошо. Но все равно вот здесь вот еще напряженная ткань. И если мы вот отсюда чуть-чуть поддавим, то вот таким вот образом, вот застой левая доля печени, а она тоже отражается как раз на языке. Поэтому диагностику можно сделать и портовой полости, и потрогав вот в этой области язык. То есть корень языка. И если мы находим, что корень языка здесь напряжение, то это говорит о том, что нужно обратить внимание нам на печеночку. И, конечно, для этого нужно будет где-то поработать руками, а где-то попить и какие-то травки. Это может быть расторопша, это может быть солянка холмовая. А вообще нужен хитин, который восстанавливает печень, если там начались какие-то изменения. И, конечно же, можно померить температуру пупа. И вот по температуре пупа можно примерно судить о том, что происходит в печенке. Если температура пупа повышенная, это идет воспаление, это давление в протоках повышенное. Если температура пупа ниже, чаще всего это изменение, деградация. Это близкое, скажем так, к циррозам состояние, циррозивные изменения. И вот тогда температура печенки падает. И вы знаете, иногда для того, чтобы быстрее печень восстановилась, а если температура печени падает, то, естественно, напрашивается вопрос, а если ее подогреть? Так вот, оказывается, если ее подогреть, а потом одновременно работать с этой областью, то мы получим еще быстрее результат восстановления печени. А вообще точка максимального обмена печенки 38 градусов. И поэтому, если мы ее чуть-чуть подогреем, и бывает так, что у человека бессонница, страдаете бессонницей, положите грелку на область печени, как только на полградуса согрелась, человек засыпает. А вообще правая доля печени, она у нас метаболическая. То есть то, что отвечает за наши мозги. А вот левая доля антитоксическая. Но это уже как бы наши кухонные варианты. Теперь, естественно, если мы с вами говорим о том, что аорта покрывается изнутри холестерином за счет стрессов, то первое, с чего начинается проблема, конечно, проблема начинает развиваться с тазобедренного сустава, нарушается малого таза, кровообращение. А следующая артерия, которая отходит от аорты, это нижняя брыжечная, которая обеспечивает кровью вот эту кишку. И представьте, что если кишка плохо обеспечивается кровью, что с ней происходит? Возникают проблемы роста полипоза, она обескравливается, кишка. А если мы с вами постоянно, нас дует, и вот здесь вот, коллеги, будьте внимательны. Мне приходится иногда бывать в странах Юго-Востока. Взять тот же Китай, взять Японию, взять Корею. Обратите внимание, что эти страны не едят сырых овощей. А почему вопрос задается? А потому что они многие вызывают вздутие живота. А китайцы говорят, раздутый живот, человек долго не живет. Поэтому, если мы с вами говорим о той пище, которую нужно есть, проще, одним словом, нужно есть ту пищу, которая не вызывает вздутие живота. Хлеб дует, не надо его есть. Для вас он не полезен. Если, предположим, яблоки дуют, это тоже не ваш продукт. Но тогда что нужно сделать? Взять яблоко, на две минуты окунуть в кипяток, вытащить. Вкус яблока не поменялся. Но зато вздутия нет. Вот мелкие такие хитрости. И, предположим, малосольный огурец, от него больше пользы, чем от сырого. Хотя все относительно. Есть система пищеварения, у которых все нормально переваривается, все нормально усваивается. Но я говорю о том, как те же китайцы говорят. И когда в Китае заказали пять огурцов, там кухня выбежала смотреть, как русские едят сырые огурцы. Правда, это не в Пекине, а немножко в провинции, когда отъехали. Так что, коллеги, нужно обязательно обращать на это внимание. И, естественно, есть данные гастроэнтерологии, что в длину кишка способна при газовом облаке удлиниться в семь раз. В семь раз кишки длиннее становится. А в диаметре кишка способна увеличиться в 49 раз. Это данные профессора Витебского, гастроэнтеролога, светила науки. И поэтому, конечно, мы с вами, когда видим пациента, у которого избыточные петли долиха сигмы, это как раз одна из причин этих петель. Это питание не своей пищей. Мы все с вами разные. Взять народы севера, взять народы юга. Так вот, представьте, северяне съедают 2,5 килограмма мяса. И они не страдают от того, что они переели этого мяса. И долго живут. Взять Монголию. Я с монголами разговаривал, когда говоришь им, это вкусно, у него в представлении сразу баранья нога. Понимаете? Конечно, здесь нужно учитывать, у кого какая система пищеварения. Ну и если примерно ориентироваться можно на группу крови. Первая группа – это мясоеды, это кочевники. Вторая группа – это уже как бы оседлые. Третья группа – это всеядные. Вот для них можно и быть вегетарианцем некоторое время, и мясоедом. Но вообще, откровенно говоря, все должно, все имеет место быть. И я ни в коем случае не отрицаю ни вегетарианство, ни веганство, ни мясоедство. А четвертая – это универсальная группа. Это универсальная, которая сама выбирает для себя продукты. Поэтому это астрологи, это прорицатели, это мистики – свойства четвертой группы. Конечно, влияет в какой-то степени, но мы берем грубо в оценке, потому что там нужно учитывать многие-многие… Как отрицательные? Ну, вы про себя спрашиваете. А в данном случае я же не буду, только из-за вас. Но мы с вами говорим, что есть примерное. И опять же, это примерно. Во всех случаях есть исключения. И обычно, когда мы говорим, вот здесь… Ну и здесь получается, что вот из-за того, что наша Юля находится на определенной какой-то схеме развития патологии именно с аортой, вот если рассматривать все, что здесь в животе, то я бы отметил, что вот это самый большой пожар. А все остальное – это фантики. И здесь по пульсу у нее слабая функция левой почки. А почему? Артерия риналис коротенькая в левой почке, потому что аорта проходит с левой стороны. И она первая забивается тоже холестерином. Но, к счастью, этот холестерин устраняем. У нас природа так создала, наш вообще живот универсальным, что если прокачать эту почечку, а как это прокачать? А вот если взять, вот область пупа, и вот здесь находится почечка, и потихонечку, если ее подталкивать… Да, и вот как раз Юля говорит, что у нее было опущение. И если мы… Да, после аварии, да? После родовой. Ну и вот, и если подталкивать, прокачивать, оказывается, почка обладает интересным свойством. Она во время прокачивания начинает через себя пропускать большое количество крови, и эта кровь начинает вымывать те старые фрагменты, которые накопились, или остатки крови уходят. Она обезболивается и начинает лучше работать. И с каждой процедурой, представьте, не с помощью травы, не с помощью таблетки, а рукой. Она прокачивается, но, опять же, зная законы вот этой висцеральной связи. Нужно обязательно сначала освободить мочевой пузырь, потом расслабить мочеточник, а потом уже саму почку прокачать. А почему? Да когда вы начнете ее прокачивать, почка может… Что сделать? Она начнет выбрасывать из себя, из лоханки, песок. Естественно, песок пойдет, а там спазм. Ну и, естественно, заткнет, и тогда возникает давление подпрыгивает, ну и дискомфорты различные. И наша с вами задача все правильно сделать, это продавить мочеточник, и тогда песочек начинает уходить в мочевой пузырь, и проблема начинает уходить, отступать. И, конечно, здесь левая почка, я уже упомянул, что она управляет сердцем. И тогда что мы наблюдаем? Когда начинаем прокачивать эту левую почечку, улучшая ее микроциркуляцию, сердце тоже начинает лучше работать. И вот этот вот каротидный синусовый узел, или его еще называют звездочный узел, если мы откроем с вами учебник по физиологии, то мы будем удивлены, что, оказывается, вот он управляет ритмом. Но ведь кардиология не всегда это учитывает. А в некоторых случаях, когда приходит пациент, и вам некогда заниматься животом, просто берем, размяли вот этот участок, добились полного его обезболивания, конечно, разминание сопровождается какими-то определенными небольшими дискомфортами, и в то же время кардиограмма сердца меняется в лучшую сторону. И, конечно, исследуя дальше, мы обращаем внимание и на правую почку. Но правая почка, хоть ты про нее ничего, на нее не грешишь? Да, ну и по пульсу она тоже не озвучена проблемой, но напряжение на шее, оно все равно, вот поверни голову, видишь, поменьше, но оно присутствует. И вот поэтому, конечно, даже если произошла травма, а в животе свыше 200 миллионов нейронов, и если что-то происходит в животе, обязательно отражается на нашем головном мозге. и в то же время, когда мы наблюдаем пациентов, которые попадают к нам после автомобильных катастроф, или там какие-то воспалительные процессы, предположим, арахноедит, субарахноедит, то у них одна общая особенность, живот такой напряженный, что приходится работать не локтем, локоть, иногда локотком приходится разминать живот. Но это опять же, коллеги, это не для всех, это тот, кто уже работает, тот, кто уже понимает, что он делает, поэтому и вот такая вот процедура. И, естественно, наш живот это наш второй мозг. Многие, скажем так, гормоны формируются в нашем животе. Это мелатонин, ой, извиняюсь, это серотонин, это дофамин, окситоцин, он образуется и в нашей мозговой ткани, и образуется и в животе. И если нам открыть живот или взять в морге посмотреть, вскрыть череп умершего, посмотреть извильный мозг, потом взять, открыть живот, сфотографировать это, и если все здесь немножко уменьшить, а здесь увеличить, то иногда не всегда определит человек, где живот, а где мозги. Они примерно уложены одинаково. И поэтому, конечно, второй мозг это живот. И, конечно, от живота зависит и состояние кожи, и наше зрение, и наш слух, обоняние, я уже говорил. Теперь, коллеги, существует и вот еще здесь. С другой стороны можно посмотреть, а здесь безболи, вот эта часть. И вот так, нормально. молодцы вам. И вот здесь одна интересная особенность. С чем мы сталкиваемся? Бывает так, что приходит взрослый человек, у которого кровь, скажем, не в норме. А что не в норме? Белирубин. Повышенный белирубин. И многие страдают этим явлением. А вот вспомните 50-е годы. Ну, будем говорить, Советский Союз. Так вот, в Советском Союзе, когда рождается ребенок желтушный, а чаще все желтуха из-за чего? Белирубин повышенный, его помещали под синюю лампу, белирубин приходил в норму. И поэтому иногда до безобразия просто. Когда у человека повышенный белирубин, начинаем работать с животом, лампу синего цвета поставили на область живота, он ее держит, а мы занимаемся животом. Две-три процедуры и белирубин в норме. И вспомните, белирубин, синий цвет, синие лампы, их всегда использовали, у ребенка воспалилось ухо, погрели синим цветом. Все успокоилось. А если погреть живот, тоже хорошо, ведь оказывается синий цвет, он легко проникает через ткани, улучшает работу митохондрий, поднимает гемоглобин и санирует в каком-то отношении нашу кровь, убирая бактерии, грибки, стафилококки, стрептококки, которые часто бывают в кровяном русле. Поэтому, коллеги, синюю лампу надо иногда держать дома. Ну и если зайдете в интернет, то в интернете вы найдете много разных описаний, какую функцию играет для нашего организма, и не только синий, а фиолетовый. А мы с вами знаем, что огурцы, помидоры выращивают фиолетовым цветом, лампы вешивают, и зато все растет здорово. Они продаются в магазинах нормально, и многие пользуются ими, выращивая овощи. И как пример такой, взять тот же Китай, наверное, в интернете многие читали о том, что в Китае нашли плата, где проживает большая масса народу, и все живут очень долго, 160 лет средней продолжительности жизни. 120 лет это преждевременная смерть. И когда ученые начали исследовать эту область, то выясняется, что горы, чистый воздух, формируются линзы своеобразные из этого воздуха, и свет, который падает с нашего Солнца, формирует большое количество синего цвета. То есть ультрафиолет содержит в несколько раз больше синего цвета, чем где-либо на Земле. И это способствует тому, что люди дольше живут. Это на всякий случай, ребята. то есть теперь следующее, что нужно отметить в животе, это работа и с малым тазом. Но опять же, малый таз, бесполезно его проминать до той поры, пока вы артерии подвздошной не освободите от напряжения. Теперь, опять же, если мы с вами просматриваем вот взять тот же желудок, который передавил артерии, то вот здесь на руке, если руку разделить на три части, то граница раздела между первым и вторым отрезком, она будет соответствовать точке, которая имеет отношение к состоянию артерии, которая идет из-под желудка. Вот в данном случае у женщин эта артерия аварис, а у мужчин артерия тестикулярис. И таким образом можно посмотреть, а в каком состоянии? Не ущемлена ли эта область? Если она ущемленная, то эта точка, эта зона становится болезненной. И поэтому нужно, опять же, желудок размять только с одной целью, чтобы улучшить кровоснабжение именно яичника. Особенно, я говорю, у маленьких молодых девочек, казалось бы, 11, 12, 13 лет, а они приходят уже с поликистозами яичников. Конечно, это неправильно. И одна из причин это, конечно, желудок. И вот для того, чтобы определить, всего на все посмотрели сюда и сюда с этой стороны. И вот эти полтора миллиметра, которые представляют из себя этот сосудик, они должны быть свободны, легкие и кровоснабжаемы. Теперь, иногда мы рассматриваем руку, то есть, коллеги, вот если рассматривать мужскую руку и женскую, то они отличаются длиной пальцев. У женщин всегда указательный палец должен быть длиннее, а безымянный короче. А у мужчин наоборот. Безымянный палец должен быть длиннее, а указательный короче. И вот здесь левая рука и правая рука, они просто указывают, что это с правой стороны предположим, как работает яичник или как работает яичко. А ведь яичник и яичник и яичко они вырабатывают в мужчин тестостерон, у женщин эстрогены. И вот если выработка эстрогенов нарушается, то это нарушение часто показано на этом пальце. Пальц становится укороченный у женщины. А у мужчин, когда тестостерон падает, он наоборот удлиняется. И вот здесь бывает пара приходит, и вы чувствуете, вы видите, что здесь несоответствие немножко. А что нужно делать? А вот опять желудок и, конечно, работа там, где находится яичник. Присутствие нормального кровообращения. И вот здесь еще одна форма диагностики. Мы берем изнутри, посмотрели изнутри надкосницу. Нет ли здесь напряжения. И если есть напряжение в этой области, значит, плохо кровоснабжаем яичник. Если с этой стороны плохо кровоснабжаем, яичник с другой стороны. То есть вот изнутри. Здесь и здесь. Ну, и, естественно, когда мы начинаем работать, и смотришь, через месяц длина пальцев меняется. Конечно, быстро все не происходит, но месяцок. И вот здесь уже нам в помощь идут пиявки, иногда идут пчелы. А у пчелы есть интересные свойства. Во-первых, она является мощным противогерпетическим средством. И у мужчин и у женщин, особенно в возрасте, очень часто такое явление, когда поражается мочевой пузырь герпесом. И тогда начинается недержание мочи, тогда возникают проблемы с мочевым пузырем. И вот здесь постановка пчел на область мочевого пузыря, конечно, нужно учитывать, что нет ли аллергизации. Но, коллеги, можно сразу подсказать. Обычно аллергии тогда, когда мы уже готовы к этой аллергии, то есть кровь густая. И мы исследовали этот вариант. Оказывается, если в момент постановки пчелы, то ли на руку, то ли на спину, все равно, моментальная реакция, идет агрегация крови. То есть форменные элементы начинают слепаться. И вот это уже называется анафилактический шок или аллергия. так оказывается, перед тем, как идти на пасеку, если вы выпьете стакан горячей воды, добавив туда соду, то укус пчелой, он не опасен становится. И поэтому представьте, что у нас специалист по пчелоужаливанию, апитерапевт, через него проходит 20-30 человек в день, но у нас нет реанимации. То есть она у нас есть на всякий случай. Но мы ей не пользуемся только по одной причине. Если порекомендовать пациенту выпить соду, сода делает нормальный заряд эритроцитов. Если посмотреть до приема соды, кровь и после приема, то мы видим, какая разница. Перед приемом обычно агрегатированные склеившиеся эритроциты, а после приема каждый эритроцит отдельно, красивый, приятно смотреть на такую кровь. И, конечно, если вы пошли в горы и если вы знаете, что в горах змеи, всегда берите с собой соду. В горах пить соду необязательно, потому что за счет того, что вы поднимаетесь в гору, заряды эритроцитов возрастают, и там, наоборот, даже приходится бороться с этим большим избыточным зарядом. А каким образом? Вы должны принимать витамин С или, как делают горные народы, они принимают уксус. Конечно, яблочный уксус более идеален, но чаще всего там тот уксус, который продается обычно в продовольственных магазинах. То есть это вот как один из вариантов. И, конечно, вот если мы с вами... Вообще, недостаток вот у этой терапии, он заключается в чем? Слишком быстро выздоравливает человек. Да. Так вот, когда в Израиле показ проводил в клинике, то мне говорят, Александр, нам такой компот не нужен. Пациент должен лечиться всю жизнь. Я им говорю, вы знаете, ребят, он же быстро поправится, он вам приведет еще двоих, еще троих таких. Он говорит, это у вас приведет. У нас, у евреев, такого нет. Хотя, вы знаете, там тоже следует чему-то поучиться. И знаете, чему? Вот как они разговаривают со своими детьми. И взять нашу страну. Дали подзатыльнику Ванька, ну что ты делаешь, дурак такой? Дебил. А вот у них по-другому. Абрамчик, ты же умный мальчик, но почему ты так сделал? Видите, разные подходы. И первое, если подзатыльник колотят и говорят, что ты постоянно дебил, что ты ненормальный, что ты... Он и считает, он становится ненормальным. А тот, которому говорят, ты же умный мальчик, но почему ты так сделал? И вот это уже закладывается в голове. Поэтому, коллеги, когда вы общаетесь со своими детьми, обращайте на это внимание. и вообще мы с вами настолько внушаемые от всего. Окружающее пространство, это радио, это телевидение. И, естественно, не читайте политических газет по утрам, а то будет несварение. Но, в данном случае нас политика пока не интересует, мы с вами занимаемся животом. И обращается внимание на животе. Вот, предположим, мы здесь видим красненькие родинки. А эти родинки, они указывают, что это как бы слеза печени. В народе говорят, это слезы печени. Поэтому, Юли, нужно обратить внимание обязательно на печеночку, на эту луковицу 12-перстной кишки, которую нужно обязательно расслабить, чтобы было истечение желчи, истечение панкреатического сока, чтобы поджелудочная железа тоже нормально функционировала. И каждый раз утром просыпаетесь, хоть немножко, но лучше содовой воды. А вообще, ребят, конечно, сода не обладает тем качеством хорошим, как была лет 10, может быть, или 15 назад, сменились ГОСТы. Поэтому, если есть возможность, приобретайте ее в магазинах, в химреактивах, где можно купить 3 девятки чистоты соды, если есть такая возможность. Но, тем не менее, тем не менее, сода хотя бы на 2-3 часа утром принятая изменит состояние крови, а кровь решает все. Ведь не мы с вами лечим, мы только создаем условия, а природа лечит. Она всегда стремится к совершенству, и мы должны ей помочь. И вот где-то пропили соду, а где-то, если, предположим, дыхательная функция эритроцитов улучшается за счет улучшения свойства того же яблочного уксуса, то соду пьют перед едой натощак, а вот яблочный уксус во время еды. И тогда лучше пищеварение и лучше усвоение кислорода. Так что вот такая маленькая особенность. Теперь, Юля, еще зубки покажи мне. Это не свои, да? А можно туда заглянуть в рот? Ну, там нормально. Небольшая желтизна, что говорит о застое и всасывании. Но это небольшая. И обратите внимание еще на такую особенность. Есть такая доктор интересная, стоматолог Бондарева Татьяна, кандидат медицинских наук. Ну, случайно мы с ней пересеклись на одной из программ телевизионных. Пригласили и мы оказались рядом. И то, что я услышал, оно, конечно, сразу расширило предел того, в чем работать. Представьте, она как стоматолог начала, задала себе вопрос, а почему же мы теряем с вами зубы? Да, то, что я рассказываю, это один вариант, а то, что рассказывает она, это другой вариант. И знаете почему? А потому что, оказывается, в медицине есть и ложная информация. И вот в девятьсотых годах прошлого столетия был съезд стоматологов. Ну, и обсуждали тему, как зарабатывать больше денег. Ну, и вышел старый еврей и говорит, ребята, а давайте уговорим народ, чтобы они делали 33 жевательных движения. И тогда все поняли, о чем разговор. Теперь представьте интересную картину. Корова жует, сколько жевательных движений делает она. Но у нее зубы-то растут, и она вынуждена жевать, чтобы истирать эти зубы. Лошадь, зубы растут. И бывает так, что лошадь не выпускает на пастбище, а кормят пищей для того, чтобы она выигрывала забеги. И у нее начинает расти зубы настолько, что ветеринар их выкусывает кусачками. А теперь скажите, у человека растут зубы? Нет. И челюстной сустав такой же, как у кошки, у собаки, как у льва, у тигра. Кто из них жует 33 жевательных движений? И, конечно, если мы с вами будем делать 33 жевательных движения, то вы обязательно и затрете свои зубы. И что самое интересное, у детей там присутствуют направляющие. И ребенок, когда рождается, когда формируется его челюстной аппарат, он рубит. А мы ему говорим, а давай-ка, Вася, жуй побольше. И вот с этого момента начинается проблема. И проблема развивается не только зубами, зубы изнашиваются, а у кошек, у собак они не носятся, потому что там рубка идет, рубление. И вот те последние зубы, седьмое и восьмое, они, когда мы жуем таким образом, они не участвуют в процессе пережевывания. А вот когда рубит человек зубами, то тогда их участие присутствует. И они как опора, они выполняют свою функцию. А почему я начал смотреть ротовую полость, оказывается, у многих людей, которые неправильно будем так говорить, неправильно прием пищи, начинают таким образом жевать, у них небо высокое. А о чем это небо говорит? О том, что челюсть верхняя не развернулась. Она разворачивается только тогда, когда мы раздражаем корни зубов верхней челюсти, простукивая зубы, и тогда челюсть начинает провисать. И тогда носовые ходы освобождаются. А представьте, если носовой ход прижатый, человек начинает дышать больше ртом, а ротовое дыхание не охлаждает мозг. Природа нас устроила, что одна подогревает мозги наши, а другая охлаждает. И если ребенок дышит ртом, он начинает по развитию отставать от своих сверстников. А теперь понаблюдайте за многими спортсменами. Только побежали потихонечку. Один тут же открыл рот, а другой бежит с закрытым ртом, потому что у него небо опустилось низкое, а тот, у которого высокое небо, он начинает дышать ртом, что, естественно, это не физиологично. Так вот, обычно, если верхняя челюсть, она ненормальная, то зубы перекошенные. И вот здесь Татьяна что делает? Очень интересно. Она фотографирует у каждого пациента это небо. И что мы там на этом небе увидим? Мы можем увидеть, что это небо, во-первых, она острая, уходит туда. С одной стороны ткань сборилась, с другом натянулась. Большое количество сосудистого рисунка. И она дает задание. Какого плана? Как китайцы. Обратите внимание, китайцы постоянно стучат зубами. Так вот это стучание зубами, оно нужно для того, чтобы верхняя челюсть опустилась, и тогда зубы выравниваются. Конечно, ей приходится использовать, рекомендуют еще капы различные, которые одеваются на передние зубы. И с непривычки я попробовал, она мне подарила капу, через 30 минут засыпания вечером я ее уже выплюнул. И потихонечку, потихонечку добился, и она мне сфотографировала небо мое, а потом сфотографировала уже после того, как полторы недели прошло. Она говорит, Александр Тимофеевич, а вот посмотрите разница, что с небом. Небо еще больше провисло, и естественно, теперь уже бежишь, дышишь не ртом, а нос работает. Вот интересная тема. И нижняя челюсть, представьте, если мы с вами начинаем жевать, делая вот эти 33 жевательных движения, то нижняя челюсть начинает уходить назад. И у многих она напряженная. Если мы посмотрим вот таким вот образом, то этого напряжения не должно быть. То есть это говорит о том, что челюсть ушла вниз, туда назад, и в результате этого ухода подъязычная кость, это единственная кость, которая не связана с другими костями, она начинает поддавливать нервные волокна, которые обеспечивают кровоснабжением щитовидную железу. И здесь возникает проблема уже и со щитовидкой. И для того, чтобы эту проблему убрать, нужно ее, чтобы она выдвинулась. Конечно, мы можем за счет физических разминаний снять это напряжение, сдвинуть потом капу чуть-чуть, и тогда смотришь, шея перестает людей беспокоить, пищеварение работает нормально, и я смотрел, мне было очень интересно, я смотрел ее пациентов, которые 10 лет назад ремонтировали, она им делала зубы, 7 лет, и представьте, народ-то зубами перестал мучиться, как один раз сделала, так с этого момента эти зубы, но обязательно рубление, потому что наш челюстной сустав, он не предрасположен к тому, чтобы мы жевали и делали, выполняли вот такое 33 жевательных движения. Видите, какая интересная тема. А теперь обратите внимание, что если взять наш челюстной сустав, который начинает изнашиваться, то к этому челюстному суставу подходят нервные волокна, которые нервируют глаз, ухо, лоб. А еще интереснее, если мы с вами возьмем ухо наше, слуховой аппарат, то улитка, а дальше идет сюда к челюсти, это в данном случае мы с вами говорим о вестибулярном аппарате, поэтому с возрастом мы с вами начинаем терять, возникают вестибулярные расстройства. и частично эти расстройства связаны не только с нарушением микроциркуляции, не только с нарушением кровообращения, но и как раз с этим челюстным суставом. Поэтому одна идея, и эта идея дала вот такую проблему для многих. ну и конечно когда пациентам объясняешь, когда начинаешь, иногда я к Татьяне посылаю своих пациентов для того, чтобы она им дала какие-то рекомендации, и начинается исправление, и очень интересно наблюдать, как верхняя челюсть меняется, как зубы выравниваются, сами выравниваются, и улучшается качество жизни. Вот если взять нашу Юлию, и вот так ножку, если она чуть-чуть приподнимет, придержи вот так, и вот здесь посмотрим мышцу, Юлия, а вот здесь, вот она эта мышца, как она, и вот это напряжение, представьте, а на этой мышце лежит почка, лежит луковица 12 перстня кишки, а на другой стороне, ну-ка, давай-ка посмотрим, а здесь как, а здесь нет, да, и если посмотреть, то здесь таз, асимметрия, а почему, то представьте, это мышца, который крепится на уровне первого-второго позвонка, является сгибателем ноги, она буквально перекашивает таз, и каким бы усилием воли вы не проявляли, к сожалению, это исправить очень тяжело, а каким образом исправить, только через живот, и поэтому на эту мышцу никто не обращает внимания, но очень много проблем у человека с позвоночником именно вот из-за нее, но, конечно, здесь нужен специалист, который знает висцеральную терапию, но в некоторых ситуациях, когда самомассаж идет, то обучаем пациентам, что нужно вот здесь именно для твоего живота, вот там подавить, вот там подержать, и потом человек делает снимки и никаких протрузий, а иногда да, мучила, грыжа осталась, но спина-то не болит, ничего не тянет, никаких напряжений, а так как животом мало кто занимается, то представьте, сколько народу идет на операцию только по одной причине, что никто не помог, никто не расслабил эту мышцу, а чтобы расслабить, нужно опять же живот отработать, и вот одно наворачивается на другое, все, молодцом, Танечка, извиняюсь, так, у нас сейчас какая, как тема дальше-то, Люда? Александр Тимофеевич закончил свою теоретическую часть, продолжение, если кому-то очень интересно эта тема, она глубокая, для того, чтобы изучить эту тему, у нас существует целая образовательная программа. Небольшой когда-то семинар вырос в серьезную образовательную программу в соответствии с законом об образовании, поэтому, если кому-то интересно, пожалуйста, подходите в тот большой белый шатер, здесь, среди людей, которые стремятся к здоровому образу жизни, много учеников Александра Тимофеевича, которые... в соответствии с окнаиногеи, что организаторы, в соответствии с садиков, то есть, что вы делаете на